северный речной вокзал собянин отреставрировал плиточку проложил цветочки в клумбах посадили все цветет люди прогуливаются на роликах на самокатах кто на чем кто пешочком как я кто на скамеечках сидит кто просто идет ну в летнее время здесь народа определенно больше сейчас осень сейчас поменьше ну и народ побольше тут круизы летние так далее осенью здесь уже поток спадает желающих плавать и по моему в октябре круизы тоже останавливают прекращают продавать билеты и плавать теплоходы с туристами северный речной вокзал был построен сталином еще в тридцатые годы прошлого столетия двадцатого века конечно он пришел со временем в негодность его закрыли на реставрацию и много-много лет что-то там реставрировали вот какие-то здания реставрируют очень быстро там год-два пол воды уже готова а этот речной вокзал что-то реставрировался там чуть ли не 10 лет что-то делали 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 но вот наконец-то открыли сделали сейчас посмотрим что сделали что отреставрировали и в каком он состоянии теперь предстал искать новому взору москвичей и гостей столицы всякие клумбочки скамеечки стилизация но самое интересное ждет нас на берегу на набережной вот здесь снаружи а там внутри надо пройти сквозь вокзал не обязательно проходить сквозь него но мы пройдем чтобы посмотреть что там сделали как там провели реставрацию я помню сюда приезжал несколько лет назад когда он еще не был закрыт на реставрацию я помню как он выглядел поэтому я четко знаю сейчас могу определить что здесь изменилось но вот эти тарел остались такими же какими и были разве что их только отмыли или очистили я не знаю но это вот одно кстати одна из самых интересных деталей вот этого вокзала потому что но это такое самое настоящее искусство керамическое искусство здесь всякие сюжеты мы видим морские в основном связаны либо с водоемом либо связано с транспортом потому что есть тарелки где там например паровоз изображен не только как корабль тогда или теплоход есть паровоз то есть все что связано с вокзалами с доставкой людей но мне кажется что это самое такое вот одно из самых интересных места на этом вокзале это вот эти вот керамические тарелки такие панно которые вделаны в колонны довольно они красочные такие яркие и оригинальные это то что отличает этот вокзал других вокзалов северный речной вокзал это один из самых красивых вокзалов вот мы здесь видим такое убранство советских времен с гербами различными это тоже как я понимаю было отреставрировано отмыто так выглядит потолок северного речного вокзала в таком вот сталинском ампире все как вот в сталинках и так далее то конечно красочнее потому что сталинки это все-таки как жилье а здесь такое место туристическое должно быть более ярко в понимании страны советов понимание 30-х годов ну вот здесь мы выходим в самое интересное место этого вокзала это набережная сейчас посмотрим как ее здесь обустроили какие тут обновили здесь можно сказать что ее даже не столько реставрировали сколько здесь такая реновация произошло потому что здесь очень много нового сделали того чего не было стилизовали ее в таком я бы сказал скандинавском стиле мне почему-то это очень вот то что здесь сделано было собя今 мне это очень напомнила мне это очень напоминает скандинавские набережные там какой-нибудь или норвегии вот тоже плитки видите мы здесь видим паровоз то есть вокзал речной но мы здесь видим изображение паровоза например да то есть не только корабли как я говорил а вот это вот интересно это проект который не был реализован ну вот он изображен на тарелке это высокое здание хотели построить советские времена советские архитекторы высотку с лениным самый высокий памятник который бы вообще был самым высоким памятником в европе но такая задумка такая была проекта как бы был но он не был реализован только на бумаге и вот здесь мы видим интересно я этого не знал что еще и на тарелке на речном вокзале но здесь мы видим метро тоже видите то есть все что связано с транспортом с перевозкой людей здесь тоже такие сюжеты отражены то есть не только то что связано с рекой там да или с теплоходами кораблями вот здесь в общем то такая история ссср на этих тарелках отображена история архитектуры история развития транспорта и в том числе вот история на каких-то задумок которые не были реализованы как вот с этим самым высоким памятником ленину даже вот осенью очень приятно летом я думаю что здесь еще приятнее потому что осенью дует ветер довольно такой прохладный если вы находитесь рядом с водоемом тем более вот с рекой заливом с водохранилищем то ветер усиливается и холод здесь больше ощущается на берегу водоема он больше чувствуется чем скажем там где-нибудь просто в городе то визуально мало что изменилось именно вот отреставрировали сохранили все вот этого старое убранство старую архитектуру как это было задумано просто проделали реставрацию чтобы это сказать здание не развалилась потому что она уже там пришло в некодность начало разваливаться и вовремя спохватились отличие от других городов как например в твери это произошло где тоже был речной вокзал я говорю был в прошедшем времени потому что он просто развалился он рухнул можно посмотреть ролики на ютюбе как он рушится вот там вовремя власть не спохватилась тверская и вокзал рухнул не знаю что там сейчас вместо него сделали там его или нет и восстановили или нет я не интересовался но знаю что как бы вот этот факт есть он освещался в новостях было такое здесь московская мэрия вовремя похватилась и успела его отреставрировать вот такие скульптурки поставили ведь интересные миниатюрки они именно маленькие тут всякие якоря там разные человечки люди сделаны ну то есть тут все тоже что связано вот с речным делом до встреч флотом вот я даже не пойму что тут некоторые вот скульптуры обозначают они какие-то такие мудреные они еще маленькие такие в миниатюре такая мелкая пластика но задумка интересная вот вообще первый раз вижу настолько мелкую пластику я видел маленький маленькую скульптуру там в разных городах и странах там каких-нибудь гномиков там но это такие отдельные индивидуальные скульптурки здесь вот целый цикл таких скульптур это очень интересно их рассматривать кому-то пришло такое решение оригинально потому что не часто такое оригинальное решение встреч встретишь в москве это действительно оригинально хорошая задумка хорошая придумка и интересная реализация